Ваши подростковые годы протекают довольно уныло, если вы не обнаружили в себе скрытую тягу к употреблению рвотных масс. Я фото обнаружил. Еще секунду назад я сосался с Мелиссой по чейне, моей первой настоящей любовью и мой чудовищно длинный язык вертелся и танцевал вокруг ее язычка, как вдруг, мгновение спустя я уже стоял с полным ртом густого и теплого содержимого ее регургита цей. А о, только не глотай, не глотай! Завизжала Мелисса. Но это было для меня все равно, что получить вторую порцию этого обалденного мясного рулета, что мы съели с ней за ужином. Я проглотил и от души поблагодарил ее за такой подарок. Мелисса со всех ног бросилась от меня прочь, как будто бы это ей только что блевнули в рот, и с тех пор я ее больше не видел. Обнажив всю новую грань моей личности, я стал восторженным потребителем рвотных масс. Я заполнял тележку в магазине самыми дешевыми спиртными напитками, катил ее под мост, где жили все городские бомжи и бродяги, а потом сидел и ждал, пока они ужрутся до животного иступления. Вот тогда, вот тогда мне нужно было действовать реально быстро, чтобы успеть подставить рот под водопады, извергающиеся из них пенистой тошноты. Хотя временами я промахивался и тогда, страдая от унижения, ползал по земле, лакая ее из лужат. Но даже, несмотря на это, я был вполне себе счастливый. Пока где-то, примерно через пару недель, я не понял, что хлебать рвоту вонючих бездомных бичей это, ну скажем так, не то, что я хотел получить от жизни. Я пробовал блевать в пивную кружку сам. Немного посоленная, с тертой головкой чеснока, моя блевотина на вкус была довольно-таки неплоха, однако, где-то внутри, я понимал, что употреблять собственную рвоту это в общем как-то не совсем нормально, поэтому я продолжил бродить вокруг местных баров, караулил у поликлиник в сезон расцвета эпидемии кишечного гриппа, ну и стоял на страже возле того греческого ресторана, щедрая политика, владельца которого, не обращать внимания на срок годности мяса, играла мне только на руку. Но, но все это время я не пробовал блевотину вкуснее той, что подарила мне моя подружка Мелисса. И тогда меня осенило. Вкуснее всего рвота была у тех, кого любил, а я любил свою маму. О, сынок, так мило с твоей стороны зайти угостить мамочку ужином, сказала она, скрывая контейнер из подкитайской еды на вынос, потом принюхалась. Ой, она вроде какой-то тухлятиной отдает, тебе не кажется? Нет, ее просто готовили по новому рецепту. А что это за зеленые водянистые комки плавают в супчике? Они похожи на яйца. Это зеленые яйца, доктор Сьюз рекомендует. Мы прекрасно отужинали и я застыл в ожидании того драгоценного момента, когда смог бы перехватить струю густой маминой рвоты, в момент ее отправления из пункта А в пункт Б, но ничего не происходило. Тогда на десерт я подал ей зловонную смесь из прокисшего молока, ополаскивателя для рта и кусочков полуразложившегося тунца и снова сидел и ждал. Вот тогда-то я и обнаружил, что а, инцест был сильно переоценен, б, микрофилия сильно недооценена, и если нанизывать на член прямую кишку, предварительно вытянув ее наружу, дополнительной смазки не требуется. Но это уже совсем другая история. Субтитры сделал DimaTorzok